Здравия, соратники! У нас хорошая новость. Первая. Леонид Агутин стал лицом новой компании Авито по цифровой безопасности. У меня просто вопрос. Авито наняло вот этого талантливейшего человека, который талантлив во всём, видимо, не только в музыке, но ещё и вопрос о кибербезопасности. А вот тогда у меня вопрос возникает следующий. Зачастую сайты и большие платформы нанимают хакеров, чтобы они показали им уязвимость. Банки нанимают воров, чтобы они показали уязвимость, проверили систему безопасности и так далее. Вот вопрос. А зачем Авито наняло Агутина для защиты от мошенничества? Как специалиста в чём? Ну ладно, у меня другой вопрос, собственно, по другой теме, но связанной с компьютерами. Я хочу спросить у специалистов. Вот у меня есть новый компьютер, но тут не работает бичут. Работает полностью YouTube. Сейчас буду делать разборы и прочее. Тут много чего интересного произошло. Много интересных клипов вышло, скажем так. Вот, например, вот этот клипчик. Интересничный. Уколотые, подключённые к сети. Тут всё очевидно. Начинают... Уже не нужно подключение, начинают танцевать. Тут непонятный мальчик-девочка. Определённые жесты. Всё открыто. Рекомендую посмотреть. Я думаю, что уже всем надоел мой нудёж. И те, кто посмотрел парочку моих нудёжев, вот сразу поймут, почему они вот так себя ведут. Что здесь за пропаганда определённой ориентации, глазиков, символики и так далее. Почему они начинают вот так вот? Что с ними дальше будет? Я думаю, всё понятно. Так что я даже не буду делать разбор этого клипа, хотя он знаменателен и замечательен. Тут всё, даже жесты символичны, всё имеет значение. Что потом происходит? Длина клипа 2.45, как всегда, 11.9. Но у меня вопрос следующий. Работают все остальные стриминговые сервисы, работают ОК, ВК, и так далее. Всё обновляется. Но не работают, бичут. Я пробовал вот эту ссылочку. Ну, просто бичут. Уже, я не знаю, где. Говорит, нет сети, нет интернет-соединения. Но оно есть. Я открываю на других устройствах, на ноутбуке, на сотовых, у меня на Шеха 2 и так далее. Везде работает. А здесь говорят, что нет сети, но сеть-то есть. Я уже ставил VPN. Я даже не знаю, кого спросить. Агутина, наверное. Он великий специалист по компьютерной безопасности. На мой взгляд, опять же, субъективное осуждение. Но вот почему-то он не выходит на связь. Даже мне ни разу за его представитель не позвонил. Хотя уже больше года идет якобы разбирательство со мной. Ну, ладно. Я прошу помощь у всех, кто понимает, что происходит. Потому что я уже пробовал в разных, в разных, в разных этих браузерах. Вот я уже пробую в другом браузере. В Яндексе. Вот пробую, пробую в Яндексе. то же самое. Я не понимаю, в чем дело. Если кто-то знает, специалисты, почему у меня закрыт бичут просто на одном компьютере, а в той же сети и в других устройствах все открывается, прошу подсказать, потому что это нездоровая фигня. Кто знает, пишите в комментарии, либо в комментарии в ВК, прежде всего, я буду читать. Потому что с этим что-то надо делать, бичут тут очень хороший источник обмена информацией, также могут закрыть любую стриминги сервис, любой, который не подчиняется глобалистам, и нужно понять, как они это делают, и как это обходить. VPN не помогает, делан не VPN. Так что, кто понимает, в чем дело, как мне это закрыли, прошу, напишите. Добро.